Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гуслиева, и мы с вами здесь на платформе встречаемся для того, чтобы проанализировать все происходящее, разобраться в тех или иных событиях, установить причинно-следственные связи, ну а далее понять, что с этими знаниями делать. Наши гости — это люди, которые помогают нам разбираться, анализировать, обращать наше внимание на то, на что, возможно, мы с вами не обратили, но это является важным фактором в определенном событии. Михаил Гагаркин сегодня у нас в гостях на Политеке, это антикризисный менеджер и юрист, здравствуйте. Добрый день. По последним сообщениям, которые я нахожу в международной прессе, допустим, Билд и аналитик военной рёбки об этом пишут, что Украина остановила наступление Российской Федерации в Харьковской области благодаря оружию от Соединенных Штатов Америки. По его данным, на двух основных направлениях российские военные фактически встали на месте. Так, в направлении Липцов они остаются в тех же приграничных сёлах, которые захватили в первые три дня наступления. В районе Волчанска продолжаются бои за город, но в окрестностях значительного продвижения также нет. Причина — это использование Украиной нового американского оружия. Активно применяются бомбы, артиллерийские снаряды калибра 155, которые поступили на линию фронта в Донецкой области. Но в то же время мы видим, что активно продвигается такой переговорный трек. Мы видим в средствах массовой информации зарубежных о том, что якобы многие лидеры хотят, чтобы Украина села за стол переговоров. Президент Чехии не так давно выступил с заявлением о том, что граница 1991 года — это пока очень далекая перспектива, и надо как-то разговаривать. Даже секретарь Совета национальной безопасности Украины говорил, что в любом случае всё закончится переговорами, и задача каждого — завоевать более выгодные позиции. Видите ли вы то, что возобновился вот этот трек переговорный, судя по тем данным, которые мы имеем, которые мы черпаем? И как это тогда может быть представлено, особенно в преддверии швейцарской формулы саммита мира, которая будет в середине июня? Во-первых, вы не забывайте, что Верховная Рада приняла закон о запрете введения каких-либо переговоров, и введение таких переговоров будет прерыва на госизмене. Это норма закона в Украине, она существует. Готовится Украина к швейцарскому саммиту, и как она готовится, это будет уже понятно на самом саммите, но на сегодняшний день то, что слышу я, не из Украины, наши позиции пока ещё хромают. И работа ведётся. Как оно будет, давайте дождёмся, посмотрим, что будет. Делать ставки, что будет завтра. Остановлено наступление или это перегруппировка, или ещё какие-либо действия с той или иной стороны. И ещё рано. Объясню почему. Если вы поднимете новостные ленты несколько месяцев назад, то прочтёте, что часть войск выводилась из Белоруссии, она исчезла. Часть сибирских, из Сибири, Российской Федерации, из региона, войск, которые были на обучении, тоже куда-то исчезли. И, по моим данным, это порядка 100 тысяч. Где они появятся и в какой момент, я не могу вам сказать, я не Генштаб. Но расслабляться более чем рано – это первый мой такой тезис. А второе, что переговорщики от Украины должны быть переговорщиками и украинцами. В плане патриотизма, в плане профессионализма и порядочности. Кто ведёт переговорный трек, хотя я это слово очень люблю, но так или иначе, мне на сегодняшний день неизвестно. Если это те же граждане, которые вели Стамбул, то категорически нет. Ну, в двух словах вот так. Также у нас есть такая дискуссия, которая ведётся уже довольно-таки давно, о том, чтобы США разрешили бить своим оружием по территории Российской Федерации, так как военные и военные эксперты, и военные, которые служат, говорят, что войну на своей территории не выиграть, если другая страна, которая на тебя напала, этого не чувствует. В то же время мы слышали от британцев, они сказали, да, окей, нет проблем. Появилось сообщение о том, что Блинкин выступает за разрешение Украине бить по целям Российской Федерации американским оружием. Об этом пишет New York Times. Они говорят следующее. В Белом доме идут дискуссии относительно разрешения Украине бить американским оружием по территории России. После отрезвляющей поездки в Киев госсекретарь Энтони Блинкин призывает президента Джо Байдена снять ограничения. Ну и также республиканец Маккол пытается убедить администрацию Байдена разрешить Украине наносить удары по военным объектам внутри России с помощью АТОКОМС. Они не смогут добиться победы с теми ограничениями, которые вы на них наложили. Тогда страна не может себя защищать и отвечать на удары, говорит председатель комитета по иностранным делам. И посему у меня есть вопрос. А почему тянут с этой историей? Ну мы уже столько красных линий, казалось бы, да, перешли. И удары по Крыму, и по Крымскому мосту. И вот той эскалации, которой нас пугают, ну не случилось. В чем проблема и загвоздка сейчас, по вашему мнению? Ну давайте немножко разберем то, что вы сказали. Во-первых, это не Соединенные Штаты запрещают, а кабинет Белого дома. Да. Администрация Белого дома, администрация Байдена. Также сейчас появились в тех или иных новостных лентах, что идут переговоры между администрацией Байдена и Ираном о снятии руководства Израиля. Также появились данные и новостные заголовки о том, что собираются выдать ордер на арест руководства Израиля. К чему я веду речь? Я не считаю, что администрация Байдена хочет победы Украины. Я не считаю, что администрация Байдена готова делать все, чтобы Украина победила. Я не считаю, что администрация Байдена готова, чтобы государство Израиль оставалось демократическим, независимым государством. То же самое я говорил раньше по поводу нашего государства Украина. Поэтому много я готов высказать, и при том, что мотивировано это все. Но я думаю, что уже нам стоит дождаться выборов в Америке и посмотреть, кого выберут избиратели. Много вопросов у сенаторов, много вопросов у правоохранительных органов разных стран по поводу действия семьи Байденов, но давайте дождемся, потому что мы на эти процессы повлиять с вами не можем, мы не должны слилиться и не принимаем решения оперативного или управленческого характера. Да, но в то же время, есть ли у вас понимание о том, что говорили, что не хотят проигрыша России, но и выигрыша тоже, но точно так же и Украины. Не дать Украине победить на поле боя, но в то же время не дать Украине проиграть. И эта тема обсуждается довольно-таки давно. А почему такая позиция вот сейчас, если мы отталкиваемся от Белого дома именно и от кабинета Байдена? В чем заключается основная цель такой позиции? Давайте мы не будем реагировать на слова многих политиков, а смотреть на конкретные действия. Это говорю практически чуть ли не в каждом интервью своем, потому что сейчас очень много манипуляций, очень много манипуляций политиков, и, знаете, одна из моих таких любимых фраз – идите за деньгами. Поэтому коррупция рулила и рулит. Увы, но цивилизация белых людей и демократии сейчас под угрозой в Европе и в США, и в том числе и в Украине. Мы сейчас воюем за это, за свободный мир. Поэтому я считаю, что, и повторюсь еще раз, давайте дождемся выборов и меньше рефлексировать на слова политиков. Кто что говорит, кто что настаивает на какой-то своей позиции. Давайте смотреть на норму закона, давайте смотреть на конкретные действия. Это касается политиков и в Украине, и в России, и в Европе, и в США, потому что очень много манипуляций и подмену понятий, очень много. Поэтому, еще раз говорю, самообразование наших зрителей, в принципе, будет им на руку, то есть изучайте законы, смотрите, как это работает, вникайте, и многие вещи, которые произносятся, вы не будете на них рефлексировать, и вам будет многое становиться понятным. Анализ и сопоставление фактов и действий. Давайте тогда проанализируем еще и позиции Российской Федерации сейчас, особенно, с чего мы начинали, когда заговорили о новом переговорном треке. Военные эксперты говорят, что у них складывается впечатление по действиям, которые производит Российская Федерация, что у них осталось очень мало времени до какой-то точки Ч, либо когда они не смогут перекрывать свои потребности, потому что не успели наработать еще на ВПК, либо до момента, когда им придется объявлять мобилизацию, потому что не хватает контрактников. И опираются они на то, что очень пошло активное наступление, и в то же время перестановки в Министерстве обороны. Вот сегодня также одного чиновника снова уволили, уволили самого министра обороны, его заместителей. То есть идет какая-то перетрубация и акцент на экономическую составляющую. Как вы считаете, до какой момент Ч должен произойти, и какая тогда смена, возможно, парадигмы будет нас ожидать, если мы анализируем эти перестановки высшего военного руководства? Немножко поправлю ваш вопрос. Время Че. Его сложно определить в Российской Федерации. Но если мы посмотрим на банальные цифры, например, обслуживание внутреннего долга Российской Федерации, то он уже превышает бюджет образования и бюджет здравоохранения Российской Федерации. Это о многом говорит, что деньги начинают тратиться на обслуживание долга, то бишь война пожирает своих детей. Перетрубация в Минобороне Российской Федерации с арестами, с заменой одних персонажей на другие, как по мне, это связано просто с перераспределением потоков и возврат к госплану, который был у нас в Советском Союзе. То есть это возврат назад, исходя из тех персоналей, которые сейчас становятся руководить Минобороной. Там далеко не святые люди, они тоже имеют счета за границей, они тоже имеют недвижимое за границей. Они тоже дети той же системы, что сейчас есть в Российской Федерации. Опасаться стоит помощи Китая и России в виде вооружений. Это второй день идет уже. В западных СМИ уже идут статьи и интервью многих военных специалистов. Это есть. Вот это стоит нам опасаться, потому что резервы тогда будут бесконечны. Что касаемо живой силы в Российской Федерации, да, вероятность объявления массовой мобилизации присутствует, но точно так же начнет расти уже сейчас имеющийся, пусть задавленный репрессивно, но антирейтинг. Все прекрасно понимают, что все выборы в Российской Федерации были подтасованы и в принципе они не являются легитимными, но так или иначе жизнь идет вперед. Мы видим то, что сейчас происходит. Ждать какой-то революции, беспощадного российского бунта я бы не стал, потому что я не вижу лидеров и персонали, которые готовы за собой провести народ. Увы, но это так. Поэтому остается только медленное гниение этой страны. Это будет долго. С собой она унесет очень много жизней, в том числе и наших сограждан. Увы, как мирных, так и военных. Но сейчас такой путь. Как бы странно это ни звучало, но сейчас так. Давайте тогда с китайским треком разберемся, хоть вы не любите это слово, но все-таки. Мы читали об этом в средствах массовой информации, о том, что Китай готов поставлять оружие Российской Федерации. Об этом заявили американские чиновники. Китай пока никаких заявлений не делал. Нам это расценивать как недружественный жест в сторону Америки или же как приглашение США и других стран к разговору с Китаем. Мол, вот если мы договоримся, мы тогда не будем России ничего делать, и Китай опровергнет эту информацию. Если не договорятся, значит, вот будет поддержка Российской Федерации. А вы уверены, что не идут такие же переговоры со стороны американской стороны, так же, как и с Ираном? Не уверена. Так пойдут с Китаем. Потому что многие вещи, они не лежат на поверхности. К примеру, многие сенаторы, многие политики предпочитают встречаться в Китае, в Гуанчжоу, но не в Пекине. Очень большой город и легко затеряться. И, к примеру, жить гоститься в Four Seasons. С отдельным лифтом, с охраной и уезжать на переговоры. Вот. Это имеет место быть. Поэтому, еще раз говорю, нужно смотреть на конкретные действия, на конкретные факты и доказательную базу. В Китае, да, много своих внутренних экономических проблем. Китай не хочет терять рынок США, так как это, в принципе, больше половины его оборота. Вот. А Россия всего 3%, может быть, 3 с копейками. Вот процент от оборота Китая. То есть здесь понимание, что происходит, в принципе, налицо. Но другой факт, что неизвестно, какие шли куларные разговоры по поводу судьбы России и какие подарки были сделаны в Пекине Путина. Возможно, как и я считаю уже много лет, что по Уральских хребет Россия будет принадлежать Китаю. Прямо или опосредовательно. То есть военный захват – это один из сценариев. Мягкое поглощение, так как действует Китай. Это иной сценарий. Но, в принципе, результат один и тот же. Это дешевые, бескрайние природные ресурсы, которые, в принципе, сейчас сосредоточены на территории Российской Федерации. Поэтому здесь нужно наблюдать, здесь нужно смотреть. Увы, Украина на это, кроме как дипломатических нот, заявлений и каких-то спичей, не может повлиять физически никак. Увы, но никак. Поэтому очень может измениться многое после выборов в США, смотря кто победит. Уже второй или третий день, если я не ошибаюсь, также звучат призывы с нашей стороны к странам НАТО закрыть небо со своей территории. Имеется в виду последнее заявление президента в интервью. Он сказал о том, что он обратился к странам НАТО, чтобы они, не взлетая на территории Украины, будучи на своей территории, но сбивали над территорией Украины российские ракеты, которые нацелены на то, чтобы уничтожить сейчас Харьков и Одессу, судя по всему. Но ответа пока не дождался. И вот сегодня политику написали о том, что Зеленский отправился во Францию, чтобы попросить как раз-таки НАТО сбивать ракеты Российской Федерации. Более того, президент сказал о том, что он готов подписать любые бумаги, которые бы подтверждали, что мы не будем иметь претензий ни к одной стране НАТО, если там упадут куда-то осколки, уламки и так далее, и нанесут какой-то вред. Но я так понимаю, что это вопрос больше политический, нежели какой-то бюрократии и всего остального. Давайте попробуем разобраться, в чем тут политическая основная подоплека и загвоздка. Почему? Казалось бы, нам, обывателю, кажется, все просто. Взлетели, пустили, сбили, все, ракета не летит. Но никто не спешит в этом плане. Знаете, вы пытаетесь своими вопросами очень упростить задачи и упростить ответы, которые есть. Неправильно, я считаю, высказывание о том, что президент Украины готов подписать любые бумаги. Вы его толкаете на уголовное преступление. Но это он сказал. Ну, значит, те советники и те радники, какие вокруг господина Зеленского, они не являются профессионалами и нужно как бы либо повышать их уровень, хотя куда уже, либо менять на профессионал. Закроет ли НАТО границы, вернее, воздушную границу Украины и какой-то участок территории? Я думаю, что нет. На сегодняшний день, потому что очень большое противостояние идет политической силы, политических сил, которые лоббируются Российской Федерацией. Это не секрет, что Российская Федерация в своей агентурной сети, в принципе, она по всему миру, начиная от арабских стран и заканчивая любой дыркой, где можно влиять на ту или иную политику. Африка и Ближний Восток. И попытки в Китай как-то влезть. Хотя Китай это пресекает сейчас. Увы, но это так. Это долгий разговор. Я не думаю, что технически сейчас на это кто-то пойдет. Скорее всего, что дадут некоторые комплексы противовоздушной обороны. Скорее всего. Все очень сильно усложняется в том, что отведенный Конституцией президенту срок истек. Многие разговоры о том, что полномочия продолжаются, я как юрист каким-то стажем несколько десятков лет могу сказать, сказать, что я не согласен. Я считаю, что надо было передать власть Верховной Раде Стефанчуку, хотя его профессиональные качества я ставлю под большие сомнения про лидерские способности. Я понимаю, что я говорю и про кого я говорю. Поэтому вопрос довольно-таки сложный. Вопрос персонали довольно-таки сложный. Кадров архи сложный. Поэтому посмотрим, как будут выворачиваться наши лидеры. Они не хотят прислушиваться к альтернативному мнению, хотя многие альтернативные мнения абсолютно не влияют на усложнение тех или иных процессов, а наоборот их упрощение и эффективность, повышение эффективности. Я закончу. Вот вы как раз упомянули уже о том, что 20 мая это было из тех срок якобы президента. Он вышел и сказал, что у меня первая каденция еще не закончилась. До этого времени власть все время выходила с месседжем, что будут качать нелегитимность президента и так далее. Есть ли у вас понимание, как мы будем дальше двигаться, как у юриста конкретно, вот в этом треке, когда вроде бы как всем понятно, что мы выборы провести не можем и президент остается, но в то же время остается ряд юридических вопросов, плюс конституционный суд у нас тоже под вопросом, если я правильно понимаю, то исполняющий обязанности скоро уйдет на пенсию, ему 70 лет. У нас граничная часть кворума и в конституционный суд не обращались по поводу президента, потому что боялись вывода. И в общем, какая-то получается ситуация, в которой мы сами разобраться не можем. Я вас немножко огорчу. Выводы по поводу полномочий и сроков действия президента, они уже есть. Они датированы 2014 годом. Поднимите документы и почитайте. Знают ли про это в администрации президента? Знают. Там есть специалисты, которые специализируются по конституционному праву, я их знаю лично. Два момента, как мне кажется, почему не хотят делать какие-то шаги. Первое – это желание остаться у власти, так как это большой наркотик. И второе – это нет гарантии личной безопасности президенту Зеленскому и его окружению после его каденции. Никто не может дать ему гарантии по поводу их безопасности и преследования. Если вы посмотрите, то ни одна из силовых структур Украины до конца не расследует и не занимается коррупционными оборотами в Украине уже многие каденции многих президентов. Вопрос почему? Это вопрос литерический, мне ответ понятен, но озвучивать его здесь я не вижу смысла. Поэтому когда заработает государственная машина по поводу соблюдения закона и неотвратимости наказания при нарушении закона Украины, тогда в принципе в Украине заработают и другие законы и начнутся… И я думаю, что Украина, уверен вернее даже, что Украина начнет крепнуть как государство, правовое государство. Ну и в принципе здравый смысл все будет больше преобладать. Поэтому я против каких-то либо противозаконных действий категорически. поэтому что будет дальше, давайте посмотрим. Еще раз говорю, ни вы, ни я на эти ситуации не можем повлиять. Я полностью весь сейчас погружен в войну и все, что с ней связано, все, что творится в Киеве, когда так получается, я там нахожусь по тем или иным ситуациям, меня в принципе очень сильно расстраивает. В Киеве войны нет. Дальше Киева в сторону западной границы войны нет. Вопросы то, что сейчас муссируется, что ТЦК забирает людей. Вы знаете, когда закончатся люди, которые воюют, я с первого дня на войне, вернее, занимаюсь защитой нашего государства, не в дом постучаться. Они не смогут ничего сделать. Ни ножом, ни автоматом, ничего. В СУ уже не будет людей. Поэтому, когда придет осознание, я очень боюсь, чтобы это не было поздно. Потому что враг у нас больше нас, он не сильнее нас, он не умнее нас, но он хитрее нас и он обладает большими финансами и врага много сочувствующих на нашей территории. Мы тоже не занимаемся этим вопросом, вернее, недостаточно занимаемся. Давайте я поправлюсь. Поэтому проблематика нашего государства, она, в принципе, вся на поверхности. Почему мы не делаем те или иные шаги, почему мы не делаем те или иные действия? Вопрос на банковую. Еще раз говорю, мы можем задать этот вопрос в эфире, мы можем написать его в соцсетях, в газете, на заборе, это так и останется. Чем это все закончится? Ну, дай Бог, чтобы здравый смысл возоблагал. Ну, я как бы вот так. А вот в продолжение как раз-таки темы мобилизации и закона, который заработал, вступил в свою силу с 18 мая, как вы считаете, даст ли это те результаты, которые вот как раз будут позитивно влиять на пополнение нашей армии, учитывая то, как этот закон выписан, какие там нормы и все остальное. Потому что сейчас я вижу определенную неразбериху вплоть до того, что военные обновляют свои данные в этом резерве плюс, а у них стоит, что они в розшуку. И как это все свести в одну линию, непонятно. Давайте сейчас объясню. У нас не ведется разъяснительная работа, либо ведется разъяснительная работа с позиции «я начальник, ты дурак», извините. С людьми нужно разговаривать как с людьми и на равных. Мы сейчас с вами живем в тот период, когда от нас всех зависит, будем ли мы жить и наши семьи будут ли жить. Вот, вот, пожалуйста, прилет. Слышали, Балин? Он ракетой брал. Вот. Переживать людям идти ли им в ТЦК, обновлять ли им свои данные, нет, не стоит переживать. А идти и обновлять стоит. Пообъясню, почему. Это учетная база данных, точно так же, как мы стоим на учете в налоговой, в поликлинике и так далее. Ничего страшного в этом нет. Это мы помогаем понимать, извините, чем мы готовы оперировать и куда мы дальше движемся. Не факт, что если человек получит повестку и его отправят сразу на передовую, я думаю, что здесь переживать вообще не стоит, почему, что по нашим законам, которые соблюдаются в армии, два месяца идет тренировочных лагерей, это идет учебка. После учебки не факт, что с теми навыками и состоянием здоровья вы попадете на ноль. Очень много специальностей и потребностей, где вы должны делать те или иные вспомогательные работы для армии. За два месяца на вас смотрят и так или иначе вы поймете, где вы будете более полезным и более эффективным. Когда наше государство и специалисты, которым получено, это будут разъяснять, то тогда, в принципе, я думаю, что весь этот вал уляжется. Что касаемо закона о призыве, да, он сырой, там есть много дырок, в которые сейчас будут пытаться просочиться для решения тех или иных своих задач и целей разные люди благодаря адвокатам, но это их право. Коль закон написан, адвокат должен понять, как законно сделать ту или иную работу. Задача наших законотворителей, давайте я так скажу, сделать идеальный, закон, сделать к нему дополнение, поправки и для того, чтобы человек чувствовал себя защищен. Ну, вот еще один прилет. Это кабы. Поэтому, как бы, переживать, ну, все мы боимся, все мы люди и не боится только дурак. Я думаю, что надо выдохнуть и любая проблема разбирается на кучу подсоставляющих. Поэтому, еще раз говорю, не надо нагнетать ситуацию, нужно просто брать и делать. Обновить свои данные, да, обновили. Пришла повестка, да, повестка. Если вас вызывают и нужно проходить ВЛК, ну, тоже против, возьмите с собой бумаги, подтверждающие, что о вашем состоянии здоровья. Никто же, нет, третий прилеток. Никто вас не заставляет прыгать с парашюта сразу же в первые джиннии, вообще до этого не дойдет. Вот, поэтому это нужно людям разъяснять, это нужно разговаривать и человеком нужно говорить как с человеком, а не как с какой-то идиомой. Ну, как-то так. Ну, и напоследок, а хватит ли у нас средств для того, чтобы мобилизовать нужное количество людей? Вот, Марченко вышел с заявлением о том, что в госбюджете Украины образовался разрыв на сумму 5 миллиардов долларов, необходимых на закупку оружия, из-за того, что последние полгода помощь Запада была минимальной. И вот я сейчас вижу разные инициативы депутатов, которые подразумевают под собой повышение налогообложения. То так они пробуют, то так, то это предлагают, то другое. Ну, то есть единственный путь, которым они сейчас собираются идти, я так понимаю, это повысить налоги на что-то, куда-то, или ввести дополнительные налоги. Насколько это поможет? И вот денежные, как вы сказали, идите за деньгами. Вот мы пришли за деньгами, а их нет. Что делать? Давайте начнем с того, что господина Марченко я не считаю профессионалом и место министра финансов он занял случайно. Я это могу говорить, так как я часть своей работы занимаюсь, занимался, руководил налоговой. Я прекрасно понимаю, как работает эта система. Часть жизни я посвятил внутреннему аудиту. Не буду говорить, чего. Вот. И остальная практика у меня связана с этим, но не совсем на территории Украины. Это было до войны. Вот. Я не считаю, что господин Марченко является профессионалом, я готов с ним вступить в дискуссию. Я могу показать источники доходов украинского бюджета, но вы и прекратив, вернее, перекрыв эти источники и направив их в бюджет Украины, я не думаю, что господин Марченко проживет долго, так как это коррупция и это обогащение львиной доли чиновников и коррупционеров в нашей стране. Вот. Никто не хочет перекрывать потоки, никто не хочет включить голову и сделать все-таки приоритетом в нашем государстве. Я говорю о госзакупках. Что такое госзакупки? Если вы, к примеру, находите в тендере завышенную сумму на покупку, это только начало песни. Налоговая, к примеру, видит, куда уходят деньги, на какие ямы, ямы это там, где обналичиваются средства, где они выводятся за границу, превращаются в наличные и так далее, и так далее. Это не перекрывается. Вчера господин Гетманцев, есть такой у нас депутат, сказал, что у нас идет рекордная регистрация частных предпринимателей и особ предпринимателей, ну, короче, общества. Ну, так, когда разобрали, что же регистрируется, регистрируется, оказывается, что на одном гражданине больше тысячи компаний. Я уверен, что это ямы, через которые выводятся деньги. То есть, они обналичиваются и выходят в тень. Куда они уходят, куда смотрят наши правоохранительные органы? Это вопрос к нашим правоохранительным органам. Но, так как учил меня очень уважаемый мной юрист, генерал Таций, главное в ходе следствия не выйти на самого себя. Да. Поэтому я еще раз говорю, нужно не кровати двигать, а персонал менять. Поэтому, если это будет, то, скорее всего, что мы увидим какие-то действительно изменения и подвижки. А пока придется биться тем, чем есть, до упора. Пока так. Да, пока так. И действительно будем видеть, я думаю, в ближайшее время, как это и во что это все будет превращаться. Михаил, спасибо вам большое за разговор, за то, что вы нашли для нас время. Михаил Гагаркин, антикризисный менеджер и юрист, был сегодня у нас в гостях на Политеке. Друзья, я благодарю вас за то, что вы смотрите, поддерживаете и комментируете. Нас больше миллиона, это больше миллиона людей, которые готовы слышать правду, искать ответы, анализировать. И я очень надеюсь, что делать правильные выводы. Мы обязательно с вами увидимся в наших следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева. Вы себя, пожалуйста,